Приветствую вас. Так, конечно, быть может. Ну, вы, в принципе, сами видите, что так может быть, поэтому я не думаю, что здесь нужно о всём договорить. Другое дело, другое дело, что, так сказать, динамика данной проблемы заключается в том, что, с одной стороны, вы не говорите, судя по всему, о сексе, с другой стороны, вы не несёте оба ответственность за себя, с третьей стороны, вы не раскрываете, какая именно проблема для вас в том, что это происходит. То есть, допустим, вы сексуально не удовлетворены в результате того же, что мужчина претевременно кончает. Но, в таком случае, он мог бы довести вас до оргазма другим способом, и мне думается, что здесь совершенно необязательно использовать, как бы, классический секс. Это третья сторона. Следующий момент заключается в том, что, если у мужчины происходит претевременно семиотверждение, тогда это означает перевозбуждение. Перевозбуждение, в свою очередь, означает, что вы его возбуждаете. Возбуждаете вы его явно сильнее, чем возбуждала его предыдущая девушка. Так что, здесь, как бы, такой момент. Могла повыситься чувствительность, с одной стороны, и с другой стороны, мог увеличиться непосредственно контакт, я имею в виду сексуальный контакт. То есть, очень много факторов, которые могут влиять на подобное состояние. Вот. И, понимаете, дело здесь, на мой взгляд, дело здесь... Основная проблема заключается в том, что вы говорите, что меня взбесило, что он перекладывает ответственность на меня. Вот. Мне бы хотелось, наверное, этот момент наиболее подробно исследовать. Потому что, мне не показалось, что мужчина именно на вас перекладывает ответственность. Мне показалось, что он просто сказал, что вот у него не было такого с его предыдущей девушкой. Это правда. Но почему вы восприняли это как то, что он перекладывает ответственность на вас, для меня, если честно, не очень понятно. Вот. Опять же, очень важно понимать, что сам мужчина считает проблемой. То есть, является ли для него проблемой то, о чем вы говорите. Если для него это проблема, то хорошо, в таком случае здесь можно что-то сделать. Если для него это не проблема, то вам просто желательно более, так сказать, целенаправленно заявлять о том, что вы хотите. Целенаправленно заявлять о том, что вам нужно. И все, и все. Итак, значит, ну вот вы пишите, что, значит, я все время относился к этому с большим терпением, никак стараясь не задеть его чувства. Думала, как решить проблему, было бы понятно, что это было всегда. Но то, что оттуда ответственность прикладывает на меня, меня бросил в бетилл. Мне кажется, что в этом основная проблема. То есть, всегда можно что-то подкорректировать, да. То есть, от предевременного, так сказать, окончания есть средства. Это не только таблетки, которые призваны снижать чувствительность на самом деле. Не только таблетки. Это вполне, так сказать, и, ну, вполне бытовые средства тоже можно для этого использовать. То есть, тут как бы, ну, проблема не в этом, не в том, чтобы найти эти средства. На самом деле проблема заключается еще раз во взаимодействии. То есть, если вы взаимодействуете нехорошо, если у вас есть проблемы при взаимодействии, вот. Что решать нужно их в первую очередь. Я не верю, что у человека в юности был нормальный, так потом начались какие-то молодежные проблемы. Нет, нет, это может быть. То, что вы не верите, это, на самом деле, это такой, ну, достаточно тревожный звоночек, я бы сказал. А, вот. Потому что, получается, что вы не доверяете человеку. Ну, ну, получается, получается, так. Что вы не доверяете, ну, не верите мужчине. А, значит, доверие между вами тоже, тоже может не быть, не быть, или быть, ну, или быть, но в меньшей степени. А это, в свою очередь, также может влиять на ваши отношения. Вот. Поэтому, я бы сперва, наверное, задал вопрос такой, почему вы сомневаетесь в том, что говорит мужчина, если вас по словам ему не доверять. Я бы сперва задал бы вопрос о том, как влияет на вас то, что происходит. Я бы задал вопрос о том, насколько у вас есть контакт. То есть, вот, если, ну, если между, между вами контакт. То есть, находитесь ли вы в контакте друг с другом. Вот. Если да, то, соответственно, в каком контакте вы находитесь. Вот, насколько это хороший контакт. Вот. И так далее. Ну, а по проблеме, вот, которую вы описываете, здесь я полностью согласен с коллегами, которые говорят о том, что вашему, ну, мужчине нужно самому обратиться за помощью. Если он считает, ну, если он считает, что что сейчас не происходит, это проблема. Если он действительно так считает. Потому что нет никакого толку от того, что вы обратились сейчас к нам. Потому что у вас, если есть проблема, то она у вас другая. Она, ну, ну, она не связана, она не связана просто с, вот, с тем, что вы описываете. Она связана, скорее всего, с тем другим. Например, ну, может быть, с неудовлетворенностью. Может быть, она связана с тем, что вы, там, допустим, ну, например, вы чего-то, допустим, просто боитесь, там, ну, вот, в контексте мужчины, да. Ну, вот, вы чего-то боитесь. А, может быть, есть, есть, что-то, что-то еще, о чем вы, например, не говорите, не говорите нам, вот, ну, по той или иной причине. Нет, это ваше право, безусловно. Вот. Но, тем не менее. Понимаете? Какой вот мотив, вот, да, какой мотив вашему мужчине вам враг? Зачем ему вам враг? Что он, там, не знаю, получил от того, что он вам врёт, допустим. Вот. То есть, если он не хочет решать, как бы, проблему, которая у него есть, если он не хочет решать эту проблему, то, что, ну, да, это, это, безусловно, неприятно, что он не хочет решать эту проблему. Тут, как бы, да, это, это совершенно, ну, совершеннейший факт. Ну, но, даже здесь встаёт вопрос о том, а какая ему, вот, именно, мотивация? То есть, почему он должен хотеть решить эту проблему? То есть, как, как вы, условно говоря, его тогда мотивируете на решение, вот, ну, решение проблемы? Вот. То есть, это всё очень важные такие моменты, как мне кажется, и на них вам нужно обратить внимание. Если, если вы хотите, чтобы ситуация как-то изменилась, потому что в спортивном случае, да, всё будет, ну, всё будет так же. Так сказать, ничего не изменится в спортивном случае. Вот. Вот. Вот, наверное, примерно так я бы мог ответить вам на вопрос, который вы задаёте. что, поскольку вопрос напрямую, ну, напрямую не касается вас, да, а он касается, в основном, молодого человека, вашего, то возможности, конечно, для помощи вам несколько ограничены, но я надеюсь, что то, что я сказал, того, что я сказал, будет, ну, хоть немного достаточно для того, чтобы вы, ну, как-то по-другому, может быть, посмотрели на эту ситуацию, да, и несколько иначе на неё, может быть, взглянули. Вот. То есть, отвечая на ваш вопрос, да, это исключительно утвердительный ответ на вопрос. Такой он может быть. Можно ли это решить? Да, можно, но для этого нужно желание вашего друга. Желание вашего друга проистыкает из мотивации. Возможно ли, если у человека было всё в порядке, а потом начались проблемы со слишком быстрым жизненным извержением. Да, возможно, если у него повысилось возбуждение. Либо он сексен, по той или иной причине, начал нервничать. Вот. Вот, во всех этих случаях, да, возможно, предвременные цены извержения. Возможно, что секс для мужчины стал таким, знаете, знаете, более значимым. То есть он стал придавать сексу большее значение, что ли. Ну вот. Понимаете, такая штука. Да, это в таком случае тоже, ну, в таком случае тоже возможно вот преждевременная зеркуляция, вот, так что да, да, это возможно. Вопрос, на самом деле, заключается не столько в том, возможно ли это или нет, на мой взгляд, столько в том, какие у вас основания не верить своему молодому человеку, вот, понимаете, какая история, вот, то есть, как бы, если у вас нет доверия, то почему у вас нет доверия и с чем это связано, что у вас нет доверия? Вот это то, что нужно, на мой взгляд, прорабатывать, более, более, так сказать, подробно с вами, возможно, потому что именно вы, возможно, имеете проблемы с доверием. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, видео, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.